Мне говорили, что многие ваши шутки тут же разворовываются КВНами, комедиклабом, интернетом и так далее. Есть этот факт? Вы не пытались как-то побороться за собственное дело? С этим невозможно бороться. Интернет перезапутал все авторство. Дело в том, что как бы мы ни спорили, чья шутка это от меня или от вас, если она стала анекдотом. Как это я буду доказывать? Вы знаете, этот анекдот, это я придумал. Это глупо доказывать. И получается, что шутка, вылетевшая из моего репертуара и зависшая в интернете просто как анекдот, она свободная. Ею может воспользоваться любой человек, любой артист, любой автор. И если я не сразу выдаю в телеэфир свой репертуар, мне же надо концертировать, мне надо годик покатать. Конечно. Я же, когда приезжаю на гастроли, я читаю то, чего не слышал зритель по телевизору. А пока я это читаю, на моих концертах сидят любители смешного, они публикуют это в интернете, и уже этим могут воспользоваться и раньше меня опубликовать это по телевидению. Что касается меня, я никогда не заимствовал у других шутки, потому что я считал, что это ниже моего достоинства. А зачем мне, если у меня лучшие авторы, которые пишут, Хайт мне говорил, ну украли у нас шутку, бог с ним, я еще придумал. Никогда не нервничал. Никогда. Задорнов никогда не нервничал. Вам хочется песен, их есть у меня. Да, дело в мире таланта, значит, если у тебя большой талант, так ты не будешь сердиться.